Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Ну, наверное, уже по голосу понятно, что нам, безусловно, не просто есть о чем поговорить, нам есть выводы чего и результаты, точнее, чего подвести, поскольку мы, наконец-таки, по ряду идей с вами достигли того профита, на который рассчитывали, которые ожидали, на которые надеялись, продолжая анализировать фундаментальный фон и веря до последнего в то, что логика в каком-то ключе все-таки должна восторжествовать и, соответственно, обеспечить нас, как трейдеров, спекулирующих, к примеру, на слабости британца, движение в этом направлении. Друзья, я очень надеюсь на то, что многие из вас решили не мудрить и все-таки присоединились к сделке, которая, на мой взгляд, была довольно предсказуемой, особенно с учетом той фундаментальной картины, которую мы с вами проанализировали. Не только фунт нас порадовал, а если мы посмотрим сейчас на движение европейской валюты, то долгосрочные цели также себя сейчас оправдывают. Если мы посмотрим на нефть, нефтянка снижается, и, судя по всему, мы реально идем на следующий уровень мощнейшей поддержки в 45 долларов за баррель. Но, с другой стороны, если мы смогли преодолеть планку в 50, я не сомневаюсь в том, что при неизменности фундамента мы сможем оказаться даже ниже значения, которое было указано. Ну, давайте разбирать обо всем, поговорим обо всем по порядку, соответственно, пробежимся по нашим традиционным идеям, посмотрим, что нового у нас в плане фундамента и с чем мы уходим на выходные, к чему готовимся, собственно, на следующей неделе. Самое важное, что настроение уже хорошее, друзья, настроение хорошее на заключительной сессии, соответственно, впереди длинные выходные. И, как вы знаете, в России в понедельник выходной, но я все-таки взял на себя обязательство держать вас в курсе всего происходящего, поэтому, если у вас будет возможность присутствовать как на брифинге, так и на вебинаре в понедельник, с огромным удовольствием вас всех приглашаю. Они пройдут по расписанию. Давайте к нефти. Клоу с вчерашнего дня 47,92. Лоу 47,56. Сейчас актив торгуется на отметке 47,80. И, глядя на то, что происходит, невооруженным взглядом видно то, что цены на нефть продолжают валиться. Почему? Потому что медведи торжествуют. Медведи реально сейчас нацелились на то, чтобы затащить актив гораздо ниже текущих намерений и уже продемонстрировали серьезные намерения, чтобы сделать, собственно, это. Мы видим, как нефть снижается. Мы видим, как черное золото не может восстановиться, потому что зацепиться не за что. И я бы даже сказал, что после статистики среды у нас были все основания, чтобы по инерции докатиться до поддержки в 45 долларов за баррель. Но вы знаете то, что помимо статистики, которая нас порадовала, как трейдеров, делающих ставку на коррекцию, это статистика по росту запасов, был еще такой смягчающий фактор, смягчающие обстоятельства в виде замедления темпов добычи в 48 регионах Соединенных Штатах Америки, в 48 штатах. И в целом мы уже говорили про цифры в 24 тысячи баррелей, то есть текущие объемы добычи ниже 9,4, но это все равно очень много. Я думаю, что для компенсирующего эффекта достаточно уже говорить про этот фон. Ни в коем случае не нужно говорить о том, что снижение объемов добычи это потенциальный фундамент для разворота цены на нефть. Нет, это не так, потому что Штат остается для нас ключевым регионом. Мы продолжаем анализировать статистику по в целом трендам, которые сформированы за редким исключением. Ну, исключение доказывает только правило, то, что объемы добычи позиционно растут. Эти объемы добычи уже позволяют претендовать нам, как спекулирующим на долгосрок трейдерам, что к концу этого года мы можем увидеть план по добыче даже в 10 миллионов баррелей в сутки. Я говорил, когда в последний раз мы наблюдали такие цены. То, что выросли запасы, это, конечно же, не совсем обычная для летнего периода статистика. Может быть, мы не увидим продолжения в виде последующих релизов, потому что, возможно, на следующей неделе запасы снова припадут. Но то, что мы прервали серию из девяти недель цикла настоящий, подряд, когда запасы снижались, это позитивный фактор для продавцов. Не просто выросли запасы нефти, выросли запасы бензина. Может быть, даже это еще больше негативный фактор, который явно отражает очень скромные показатели спроса на внутреннем рынке. И с нефтью можно было еще добавить переменных каких-то, способных исправить ситуацию. Но что касается бензина, я думаю, что это неспроста. Мы, кстати, замыкали с вами весенний период. Статистика не совсем обычная, когда запасы бензина несколько недель подряд росли. Сейчас возвращаемся к этому. Может быть, это новая реальность, которая указывает на то, что в Штатах из-за низких объемов внутреннего спроса нет загрузки производственных мощностей. В Штатах сохраняются высокие показатели импорта. И вы помните решение перевести определенный процент от стратегических резервов коммерчески. Это тоже то, что настраивает нас на статистику, больше склоняющую к продажам по рынку нефти, потому что Штаты для нас остаются основополагающим регионом. Поэтому, резюмируя все, что мы анализировали по Соединенным Штатам Америки и на этой неделе, и ранее, месяц назад, Соединенные Штаты Америки остаются ключевым фактором, усиливающим опасения, создающим преграду для всех регионов, которые сейчас движимы высокопарными целями, направленными на стабилизацию ситуации на рынке нефти. Но все эти усилия, к сожалению, сейчас соединены практически к нулю, потому что очень много нефти добывается в Штатах, которые используют текущую ситуацию. Сегодня, друзья, как и всегда, пятница под занавес недели. Десерт для нефтяников. Это отчет Baker Hughes. Собственно, эта статистика выйдет в 20.00 по московскому времени. Ни в коем случае не стоит ее пропускать, потому что, может быть, это еще один дополнительный триггер для большего давления на котировки нефти. Потому что я лично не сомневаюсь в том, что эта неделя стала 21-й неделей подряд, когда количество нефтяных славанцевых платформ увеличивается. Какие последствия этого еще больше объема добычи? Если сегодня мы увидим действительно прирост, пусть и на 5, на 7, на 10, неважно, то есть их будет больше, больше 732, то тогда уже в понедельник, когда мы вернемся к анализу рынка нефти, можно будет констатировать то, что количество платформ за последний год увеличилось уже в 2,5 раза. Это темпы по росту, которые вдвое превосходят темпы сокращения. Это тоже неспроста. Ситуация эта не будет меняться, потому что мы знаем, что здесь такой коррелирующий, движущий фактор, это действие энергетического факта. А энергетический факт у нас продлен до марта 2018 года. Поэтому у нас как минимум с вами 9 месяцев прежних спекуляций, когда мы можем ставить и отстаивать идею того, что Brent окажется гораздо ниже текущих значений. Для тех, кто не успокоился в плане профита, когда мы достигли с вами 48 долларов за баррель, но здесь уже все горизонты указывающие на то, что можно ориентироваться на А45. Лично я попробую еще снять вот эти дополнительные сливки, тем более, что вижу, фундамент этому способствует. Российская валюта 56,89 сейчас, ну, снижение нефти, которое наблюдалось в рамках вчерашней торговой сессии, должно все-таки проявиться и в курсе рубля, поэтому под занавес недели я все-таки ожидаю движение пары доллар-рубль выше 57. Нам нужно преодолеть этот рубеж, так же, как и было нужно, оказаться по нефти ниже 50 долларов за баррель. Те, кто делает ставку на ослабление рубля, вы все правильно делаете, просто нужно потерпеть немного. Пока что есть вот фундамент, и хорошо, который способствует этому. А вот те, кто по-прежнему верит в укрепление российской валюты и то, что рубль может стоить и 50, здесь я советую вам призадуматься, все ли вы правильно сейчас делаете, особенно на фоне последних обновленных трендов на рынке черного золота. Дальше идем. Европейская валюта. Начнем давайте с евро, потому что по хронологии у нас сначала был ЕЦБ с ставками, с конференцией, потом у нас было выступление Джеймса Коми, бывшего глава ФБРА в Сенате, и уже замыкал торговую сессию, сначала данные в ТИПО в парламентских выборах в Англии, и уже в 24.00, точнее даже в переходе с четверга на пятницу, думаю, кто-то поторговал даже, не думаю, уверен. Вы знаете то, что на рынок как молния пришли новости по поводу того, кто же все-таки одержал победу, и это тут же спровоцировало ослабление фунта больше, чем на 2,5 фигуры. То есть на 250 пунктов. С евро текущий курс котировки по паре евро-доллар 1.11.98. Сравнивая с тем, что мы видели вчера, конечно же, евро ослаб. Почему ослаб? Данные по ОВП, которые были опубликованы еще до заседания Европейского центрального банка, показали то, что экономика выросла как в квартальном выражении, так и в годовом. 0,6% за первый квартал с 0,5, в годовом 1,9% с 1,7%. Между прочим, в квартальном выражении, по-моему, максимальный рост за последние два года. И основным триггером, стимулом для такой хорошей статистики стал рост капиталовложений. Но евро вроде бы как пытался восстановиться на этих данных. Отчет по ОВП, конечно же, стоящий, но понимал, что очень много, точнее немного, а все будет зависеть от риторики Драги и от того, что будет сказано в ходе пресс-конференции. По ставкам здесь все без изменений. Ставка основная на нуле, ставка по депозитам на отрицательные территории минус 0,4%. Что касается выступления Драги, уверен, что многие из вас следили за ним, может быть, в формате отслеживания комментариев, которые появляются во многих СМИ, старающих дать наиболее актуальную и быструю оценку сложившегося фундамента. Ну, то есть, это и, может быть, новости Prime. Не знаю, каким вы источником пользуетесь. Но если пропустили, я сейчас в целом по тезисам, как и всегда, стараюсь дать наиболее четкую картину. Драги отметил то, что перспективы остаются сбалансированными для всех секторов американской экономики, точнее, европейской экономики. То, что базовые значения инфляции сдержаны и нет оснований пока рассчитывать на тот рост, на который ЦБ рассчитывал в начале даже этого года. Европейский центральный банк подтвердил адаптивность своего подхода к экономическим стимулам, отметив то, что без них европейская экономика не то, чтобы не справилась раньше. Она не справится дальше. То есть, текущие стимулы, крайне низкие процентные ставки, будут сохранены и дальше. И при необходимости, если ситуация с нефтью выйдет из-под контроля, мы увидим еще более низкие ценовые значения, которые окажут давление на инфляцию. И ЦБ для того, чтобы стимулировать потребительский спрос внутри региона, будет проявлять большую гибкость и рассмотрит возможность не то, чтобы ужесточение монетарной политики. Об этом даже не говорилось, друзья. Ни слова об этом не было сказано. Рассмотрит возможность дополнительного снижения процентных ставок. Это еще один сверхмягкий подход и задействование более мягкого инструмента для того, чтобы стимулировать темпы экономического восстановления. То есть, вывод из всех этих комментариев, из всех этих тезисов выбора, которые мы сделали по факту выступления и конференции Драги, политика остается сверхмягкой. И как только евро осознал то, что можно выдохнуть в плане того, что ни о каком сворачивании, тем более под конец летнего сезона и конец 2018 года программы количественного смягчения речи быть не может, ни о каком повышении процентной ставки. Также никто не заикался, европейская валюта ослаб. И текущая динамика, точнее динамика вчерашнего дня, она еще раз напомнила нам, почему мы толкосрочно продаем евро. Потому что евро представляет и пара евро-доллар. Это очевидный и, наверное, самый выраженный контраст монетарных политик на рынке Форекс, мягкая политика ИЦП, жесткая политика ФРС. Особенно жесткая, тем более, что мы на следующей неделе с вами, 14 июня, будем лицезреть, как американский регулятор поднимет процентные ставки. В связи с этим спред доходности, расширятся облигации, как ни крути. Без этого, в принципе, ничего не может быть. Это нормальный подход, нормальная реакция долговых бумаг и долговых рынков. Плюс ко всему, не забывайте еще про все вытекающие последствия в плане риска политических тем. Мы о них еще будем много говорить. Потому что вроде бы как история с выборами во Франции позади. Но я напоминаю то, что парламентские выборы во Франции, они состоятся в конце этого месяца. Два тур. У нас выборы еще в Италии. У нас выборы еще в Германии. И я думаю то, что по мере завершения 2017 года, мы еще раз убедимся в том, что неправильно было делать ставку на восстановление макроэкономической конъюнктуры. И неправильно было верить в сильные отчеты фундаментальные европейского происхождения. То есть это уже потенциально третий фактор, из-за которого евро долгосрочно должно развернуться, должен развернуться и снова вернуться в район 1.05. Это цели, которых придерживаются до сих пор Сити, Морган Стэндли, Бин Пи Прибай. Это цель, которую придерживаются я под конец 2017 года. Дальше идем. Дальше у нас по хронологии фундамент по штатам и выступление Джеймса Коми в Конгрессе. Вы помните, что цель этого выступления была найти доказательства о причастности России к президентской гонке, точнее, какого-то вклада, следа. Найти доказательства того, что Трамп оказывал давление на Коми в целях приостановки расследования в адрес его советника Майкла Флина по национальной безопасности. За день до выступления Коми в Конгрессе он также подтвердил, что его доклад, может быть, и будет содержательным, но не несет никакой угрозы, соответственно, для текущего положения Трампа. Хотя еще за некоторое время до этого СНН предлагал нам ориентироваться на другое. Якобы у них была информация о том, что Коми будет обвинять Трампа и представить доказательства того, что это давление было. Но сейчас уже выступление в прошлом, мы можем говорить, как было на самом деле. То, что доллар не ослаб, уже понятно, что никакого негатива не последовало, потому что Коми отметил то, что никаких подтасовок в президентской гонке не было. Ну, лично он не нашел доказательства причастности к этому России. И также отметил то, что Трамп никогда не просил его замять. Дело, касающееся советника тогда действующего, сейчас уже бывшего советника Трампа Майкла Афлина. Как только рынок услышал это, успокоился и снова обратил внимание на статистику, из которой можно было выделить только данные по первичным заявкам на пособие по безработице. 245 тысяч, кстати, с 255. Хороший показатель уже сбился со счета, которую неделю подряд. Ну, думаю, вы в целом помните, что это самый затяжной восстановительный тренд. Также с 1970 года. Какая-то сакральная дата у нас, 70-й год. Ну, наверное, потому что это период начала накопления статистики. Сейчас мы ориентируемся и по показателям рынка труда, и по ситуации на рынке нефти на этот год. Ну, тем интереснее, скажем, сейчас будет наблюдать за финансовыми площадками, потому что, как правило, тестинг таких экстремальных уровней исторических – это либо перелом момента для трендов, либо, наоборот, перепись вот этого дна по котировкам. Ну, особую статку, конечно же, я делаю на рынок нефти. Возвращаясь к доллару, друзья, главный негатив, который мог на рынке появиться, хорошо прошел мим американца и не спровоцировал еще более затяжное ослабление доллара. Сейчас котировки у нас 110-28, и я думаю, что мы можем возвращаться к покупкам американца против иены, настраиваться на следующую неделю, готовиться к решению БРС по процентной ставке, потому что она будет повышена, политика будет ужесточена, и, соответственно, доллар еще обязан вспомнить про прошлые сильные отчеты. И, среди всем, воедино показать более высокие значения против иены. То есть, по доллару у нас долгосрочная позиция, сделка приобретает актуальность и как косрочная. Сейчас продажи, на мой взгляд, уже не актуальны, даже несмотря на то, что в преддверии вот этого новостного риска они могли иметь шанс на извлечение профита. Но, как я уже отметил, мы миновали. Главный негатив для БАКСа, вроде бы как из геополитической картины, пока все тихо, хочется верить, что ситуация не изменится в ближайшие недели. Поэтому нужно снова возвращаться к анализу макроэкономической статистики, которую я уже сказал. Доллар-японская иена, прежняя цель, которая когда-то маячила и была довольно близка перед нами, это 115 иен против американца. Ну и что касается британца, вы сами все прекрасно видели, фунт ослаб, если он ослаб, значит рынок получил негативные новости. Может быть для кого-то вопрос, с чем эти новости связаны, откуда этот негатив, тем более, что по последним данным консерваторы одержали победу, 43,7% голосов у них у лейбористов меньше, 36,1%, то есть получается на 6%, практически они не дотянули, не смогли все-таки пересилить те позиции, которые были у консерваторов. Вроде бы как действительно позитив, ведь консерваторы это партия Терезы Мэй. Ну и друзья, негатив кроется в том, что ни одна из партий не получила простого необходимого большинства в парламенте, поэтому мы тут же уже можем возвращаться и снова акцентировать наше внимание на самый негативный сценарий, который обозначали. Терезы Мэй без поддержки парламента, парламент без лидера, и мы готовимся к очень болезненным, затяжным, проблематичным переговорам по Брэкзиту. Фонд уже провалился, сегодня я посмотрел на прогнозы того же самого Асити, они пока что немного скорректированы, может быть, это даже немного устаревшая информация. Сегодня, уверен, они будут пересмотрены уже после результатов парламентских выборов в понедельник, вернемся давайте к этой теме, посмотрим, какие цели у инвестбанков. Но я хочу сразу сказать, что многие, и я лично, ставят на то, что фонд вернется к тому уровню, с которого началось вот это восходящее ралли, когда рынок поверил, что досрочные выборы, о которых сообщила Тереза Мэй, поспособствуют тому, чтобы консерваторы снова получили это большинство и, соответственно, помогли Тереза Мэй урегулировать многие спорные моменты в переговоре с Еврогруппой. А сейчас мы знаем то, что рассчитывать на это пока не приходится, но текущая редакция того новостного фонда, с которым мы работаем. Поэтому, как минимум, фонд у нас пойдет в район 1.25. Я думаю, что это будет не просто снижение к поддержке 1.25, мы окажемся еще ниже. Если заработали на сделке еще не вышли из ордера, я рекомендую все-таки рискнуть, тем более, что риск – это благородное дело, и замахнуться на более низкие ценовые значения. Уверен в том, что многие из вас к этой сделке присоединятся, но по фунту осталось только поздравить тех, кто смог заработать на этом новостном фоне и смог компенсировать те потери, которые многим, и мне, и вам, кто прислушивался к, опять же, тем выводам, которые я старался делать еще в начале этого года. На фунте мы обожглись кто-то два раза, ну, я лично трижды, и уже совсем усомнился в том, что на этой крайне волатильной валюте можно заработать. Но вчерашняя торговая сессия в плане настроя и реакция фунта уже на азиатской сессии пятницы меня приободрила, вдохновила на то, что к этому активу можно возвращаться, и те, кто на что-то рассчитывает, те, кто верит, искренне визуализирует то, что что-то должно случиться, это на рынке, друзья, и происходит. Спасибо фунту, то, что помог нам заработать, и еще раз молодцы те, кто присоединился к этой сделке. И осталось нам еще про канадца полнослов сказать, поскольку помимо всего вот этого фундамента, который мы проанализировали, вчера еще состоялся выступление Полза, руководителя Банка Канады, ну, чтобы не забывать вам голову, важно, что было. То, что Полз подтвердил серьезный кризис, который не то чтобы назревает, уже является реальностью на рынке недвижимости, об этом мы и знали. И Полоз обратил внимание на то, что прогноз, собственно, Банка Канады о ценах на нефть был ошибочным ранен. То, что сейчас происходит с нефтью, заставило Полза пересмотреть свои ориентиры, отметив то, что рынок на нефти, рынок нефти остается еще одной угрозой для перспектив канадской экономики. Выводы. Канадец будет и дальше реагировать преимущественным образом на ситуацию на рынке нефти, как это происходит сейчас. USDCAD у нас торгуется на отметке 1.3514. Следующая цель 1.37 или даже 1.38. А сверхцель, цель максимума, это 1.40. Друзья, не теряйте времени. Занимайте длинные позиции, потому что по USDCAD это практически беспроигрышный трейд, который спустя какое-то время, ну, трудно сейчас оценить горизонты, когда нефть покажет еще больше снижения и ослабления, чтобы дать четкие временные интервалы, отрезки, когда мы сможем увидеть эти высокие значения. Но то, что USDCAD пойдет к этим уровням, это как пить-то, скажем так. Из важных событий сегодняшнего дня. В 11.30 у нас прогноз по инфляции в Англии. В это же время выйдут данные по промышленному производству. Ну, думаю, что уже статистика и даже прогноз по инфляции, который важен для Англии, пока что сегодня, когда рынок еще отходит от темы и итогов парламентских выборов, не смогут перевесить этот фундамент. Поэтому ставим на то, что фунт потихоньку будет приседать и дальше. В 15.30 это рынок труда Канады. Если уж и статистика разочарует, то тогда вкупе с нефтью мы увидим до конца сегодняшней такого сессии. Пару USDCAD выше отметки 1.36. И в 20.00 это Бейкер-Хьюз. Количество немкиных терминалов, ждем сигнал медвежий для рынка нефти. Если не под конец текущей торговой сессии, то уж точно с начала следующей недели мы вернемся к этому фундаменту и уверен, просядем вместе с рынком нефти еще ниже. Друзья, на этом, собственно, все. Большое всем спасибо за внимание. Если есть вопросы, понимаю то, что те, кто смотрит в прямом эфире через перископ, задают вопросы, но мне в моменте очень трудно перестроиться и давать комментарии. А некоторые сообщения и ось, мне удается заметить. Вы зла не держите, скидывайте все, что вас интересует на канале на YouTube, прямо под свежим видеовыпуском, под брифингом. И уверяю вас, там я точно там ответ, потому что я стараюсь просматривать наш канал. И мне приятно видеть, как наш трейдерский круг и сообщество маркет расширяется с каждой недели. Главное, друзья, давайте поддерживать эту инициативу, побольше общайтесь, делитесь собственным видением. Высказывайте за, против, это правильно. Я хочу, чтобы у нас рождалась такая истина через большое количество мнений. Нам нужна золотая середина. И рад то, что по многим комментариям пишут, что многие разделяют такую же позицию по рынку. Отдельная вау, друзья. Большое спасибо, потому что вместе наша позиция крепче. И, соответственно, вместе мы можем рассчитывать на более лучший результат. Хороших вам выходных, друзья. Увидимся в понедельник. Всего доброго. До свидания.